С 17 по 19 сентября в нашей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, голосование будет проходить в течение трех дней. Территориальная избирательная комиссия «Славинская», на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа, Краснодарский край, Славинский одномандатный избирательный округ номер 48 продолжает вести прием документов по выдвижению от кандидатов в депутаты. 19 июля документы в окружную избирательную комиссию подал кандидат, выдвинутый от политической партии «Единая Россия» Иван Демченко. Принятые документы, а также достоверность всех представленных в них сведений, будут тщательно проверены членами избирательной комиссии. И только после этого принято решение о регистрации кандидата. Прием документов проводится с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований. Каждый кандидат, который приходит в окружную избирательную комиссию, у нас их сегодня подали документы, 4 кандидата, представили 4 партии. Это партия «Справедливая Россия», вторая партия «Гражданская сила», «КПРФ» и «Единая Россия». Значит, каждый кандидат, который представил документы к нам непосредственно в окружную избирательную комиссию, имеет право заниматься агитацией. А агитацией непосредственно через средства массовой информации кандидат может заниматься с 21 августа и до 0 часов 17 сентября. Поскольку, мы говорим, у нас голосование начнется непосредственно уже 17 сентября. В день выборов в Славянском районе откроется 67 постоянных избирательных участков и один временный, оборудованный на территории ЦРБ. Границы и адреса участков не изменились, за исключением одного. Помещение для голосования избирательного участка 4210, который раньше располагался в пенсионном фонде, теперь будет размещено в здании Славянского электротехнологического техникума по улице Краснодарская, 248. Спасибо.